Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! У нас сегодня с вами яичница с помидорами, также у нас булочка с сосиской, хот-доги, проще говоря, и огромная просто пицца. Посмотрите на этот кусок! Он огромный! Он продается в супермаркете рядом с моим домом. Я увидела, надеюсь, что это вкусно. Впервые буду пробовать. И давайте приступим! Настроение у меня, знаете, такое... воодушевленное. Завтра привозят кухню. Боюсь, конечно, что что-то не понравится. Тюри-пыри. Но... Надеюсь, что все будет нормально. Уже хочется поскорее закончить со всем этим ремонтом. сесть, попить чай там. Сейчас вот я тоже быстренько сниму мук-панк и пойду помогать маме клеить обои. Почему-то именно на кухне швы видно. То есть поклеить обои не получилось идеально. Наверное, это связано с тем, что обои темные. Но по сравнению с спальней, наверное, темные. Поэтому на них сильнее видны стыки. В общем, в тот день, когда мы клеили, все было просто идеально. А на следующий день я посмотрела и увидела конкретные недочеты. Но мой доверный брат говорит, что это все можно намочить и заново приклеить. Будет нормально. Я такая голодная. Кайфую. Вот я никогда не заставляю себя на мук-панках. Вот я ем ровно столько, сколько я действительно хочу. Раньше, когда я только начала снимать мук-панки, я снимала челленджи. Например, съесть 140 крабовых палочек. И я абсолютно искренне вам могу сказать, что все это я реально ела с одного присеста. Но сейчас я понимаю, что это неприятно смотреть ни вам, ни мне. То есть, если вы видите, что человек просто себя заставляет, прям уже тошнит, но человек ради просмотра вынуждает себя это есть. Это, мне кажется, неприятно смотреть ни вам, ни это снимать мне. Поэтому я так никогда не делаю. Поэтому еды у нас столько, сколько смогу съесть. Сесть плюс-минус. Домашние яйца куриные, это просто обалденно. В общем, на днях я пойду смотреть спальню. Я видела несколько моделей как бы на фотографиях, но я хочу их увидеть в жизни. То есть, полежать, посидеть, посмотреть, как, что сделано, качественно, некачественно. Мы с парнем должны поехать по нескольким адресам, которые мы нашли в интернете. То есть, это не бушная мебель, это новая. Просто их салоны находятся далеко от меня. Поэтому я поеду с парнем. То есть, будем выбирать спальный гарнитур. Это кровать, шкаф, комод и две тумбочки. Очень недорогие варианты. Но при этом очень даже не ничего. Смотрится классно. По фотографии сложно. Вот ситуация элементарная с кондиционером. Я не пошла к ним в магазин. Я просто заказала онлайн. Мне привезли, установили. И когда устанавливали, я заметила, что кондиционер очень-очень маленький. Но мне сказали, нет, так и должно быть. Ля-ля-ля-ля. Я подумала, окей. Но я вам это рассказывала в инстаграме. Расскажу еще раз. Потом я посмотрела на модель. И вывела эту модель в гугле. Оказалось, что это кондиционер на 25 квадрат. А мне продали, как 30-35. Я бы могла сходить и в Браво купить. Дешевле всего в Браво. Ребята, кто живет в Баку, учтите, в Браво можно оплачивать карточкой дешевле. Ну, в общем, как-то я гуляла по Браво и увидела наш кондиционер такого же размера и написано 25 квадрат. пришла домой, начала рассматривать брошюрки, которые мне дали. И там вот модель. Вбиваю модель, оказывается, это 25 квадрат. Позвонила. Они сказали, охлаждают же вашу комнату. Ну, все. А в чем проблема? То есть, никто, естественно, ни в чем не признался. Ну, да ладно. Мне не привыкать попадать в дурацкие ситуации. Это просто мой конек. Ну, просто мой совет вам. Не реклама, ничего. Дешевле всего, где я вообще ходила, смотрела кондиционеры, дешевле всего в Браво. Я наступила на эти грабли. Не обязательно, чтобы мы все с вами наступили на эти грабли. Правильно? Смотрите на меня, делайте выводы. А то какая-то интернет-страница что-то там продает. При покупке техники надо быть более внимательным. Вы просто гляньте на размеры этой пиццы. Это мое лицо, а это пицца. Огромная просто. Правда, она остыла. Просто пять с плюсом. У меня сейчас настроение работать, снимать контент. Что-то делать. Который день обещаю себе. Все, каждый день буду снимать тиктоки. Зато я каждый день снимаю для вас влоги. Правда, есть три влога, которые вы еще не видели. Не успеваю монтировать. Очень вкусная пицца. Сейчас должна пойти на квартиру к двоюродному брату, к маме. И они тоже голодные. Надо купить пиццу им. Мороженое, все дела. Слежу за одной участницей, экс-участницей Дома-2. Мне она очень нравится. От нее веет добром. Так вот, ее госпитализировали в больницу из-за того, что каждый день она пила колу. На протяжении двух месяцев. Лучше просто водичку. Я недавно проверялась. Вроде как, я много фастфуда ем правильно. И плюс у меня еще, например, у меня у дедушки были проблемы с желудком. У меня у отца часто изжога, гастрит. По идее, у меня есть предрасположенность. И еще я постоянно питаюсь неправильно. Мне не нравится есть невкусную еду. Буквально недавно я проверилась, у меня все просто зашибись. Мне кажется, больше всего наш желудок портит как раз-таки газированные напитки. эксперимент один смотрела. Взяли в чайник, налили колу, оставили и весь налет, который был на чайнике, все отмылось. поэтому как бы с этими вещами надо быть аккуратнее по мне. Я сама тоже очень люблю колу, но от нее я могу отказаться и выпить просто обычной воды купленной. Надо приучать себя. Нет ничего полезнее обычной воды. Но при этом от колы, например, я отказаться могу от Макдональдса. Нет. Многие пишут вот у тебя будут проблемы с желудком. Я вот прям недавно проверялась. Все отлично. То есть нету никаких зачатков, гастрита и так далее. Это, конечно, мотивирует меня все больше и больше есть фастфуд. это, конечно, неправильно, но иногда два раза в неделю мне кажется, можно. Я сама себе разрешаю. я наелась, было очень-очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех вас обнимаю. Не забывайте подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok